Да, привет, друзья. Ну, я позволю себе особо не улыбаться, потому что хочу сказать очень важную вещь. Дело в том, что вы, наверное, от меня давно слышали и в моих книжках, и на видео, когда я говорю, что разминка одинаково полезна для штангиста и шахматиста. То есть для людей физической работы такой, и творческой, ну, умственной, интеллектуальной, да. У нас есть физкультура. Внимание. Я помню, когда у нас по радио в 6 утра физкультура на всю страну, и все вставали, делали вот так вот, да. Но иногда мамы и детям говорят, делайте физкультуру, это полезно. Подросткам. Это всегда, когда человек раскрепоченный, ему легче и учиться, и трудиться, и решения принимать нужные, и так далее. Но суть в том, что, во-первых, не у всех хватает мотивации. И вот между пониманием «надо» и пониманием «хочу» есть определенная дистанция. Я сейчас хочу сказать о важных вещах. Дело в том, что я определенное время назад нашел ошибки физкультуры. Чтобы не было необходимости человеку сильно себя на этом мотивировать, напрягаться, заставлять. Ну, это для людей ленивых. Это находка для ленивых, я придумал тогда. Я придумал тогда, это называется синхрогимнастика. Чтобы при массовом использовании, вот, миллионы людей берут синхрогимнастику, а там есть новые принципы, правила и приемы, когда человек каждый подбирает их под себя лично. И когда действие совпадает с текущим состоянием, в данный момент, когда человек это делает, возникает такой прямо взрывной эффект раскрепощения. Ну, там 5 минут, как будто 30 минут аэробики. За 5 минут достигаешь таких эффектов прекрасных. Но эта синхрогимнастика, вот я сегодня только понял, чего недоставало людям, которые вот читают ключ у меня там, обучаются там давно, которые пользуются ключом и так далее. Люди, которые там ходят, там в каких-то компаниях показывают элементы ключа и создают себе авторитеты, карьеру и так далее, и так далее. Бог с ним пусть занимается. Вопрос не в этом. Есть звено, которого там недоставало. Я сегодня понял, о чем речь. Я сегодня понял, о чем речь. Я вам хочу сказать. Вот эта дистанция между усилием и результатом, между надо и хочу, определенным образом в нейросетях мозга запрограммирована. Что когда ты знаешь, например, какое дело надо сделать, ну там, проект какой-то сделать, статью дописать, ты всегда находишь какие-то причины, чтобы этого не делать. Ну и в конце концов там уже сроки прижали, и ты вынужден сделать. Ты тратишь много сил и энергии на свою силу воли, потому что сила воли как раз-таки требует максимальной такой энергии в мозге. Можешь так устроить. И вот тот момент очень важный. Очень важный момент. Смотрите. Я работал с мальчиком по скайпу, который плохо играет на пианино. И вот я его таким образом репетировал. Я ему дал несколько приемов синхрогимнастики и дал принципы и правила подбора для себя индивидуальных действий, которые не требуют никаких усилий. Не требуют никаких усилий. Я ему дал принцип подбора путем перебора с поиском наилегчайшего действия. И вот я сейчас не буду об этом рассказывать, как я это сделал и прочее. Это потом. А есть часть совершенно секретная, которую я никому не даю. И вот послушайте меня внимательно. Это для вашего общего образования в этой физкультуре. Послушайте. Я ему сказал. Ты, пожалуйста, возьми там лыжника, возьми там шалтай-болтай, возьми там плавание. Плавание, скачешь на коне, моделируя эти действия по 30 секунд, перебирая. Ну, там вплоть до мытьё окон, там моделируя. Ну, делай для себя какие-то такие движения повторяемые. Ну, вы же знаете мой принцип. Я давно сформулировал. Повторяемые движения снимают напряжение. Уже все об этом знают. Теперь слушайте внимательно. Я ему сказал, ты перебирай эти движения по определенному алгоритму. Сейчас не будем об этом говорить. И ищи тот момент, то действие, которое тебе подходит. То есть, ты можешь это делать, как ленивый человек, без всякого усилия. Тебе в кайф. И вот, посмотрите, я ему дал домашнее задание на 5 минут в день. Делать такой перебор. Через 3 недели его папа мне рассказывает. Слушайте, с ним произошли чудеса. Какие чудеса? Ну, он не каждый день это делал. Иногда ленился. Но, как вы его научили, принцип подбора путем перебора. Он там искал те действия, которые легче делать. Потому что вообще у нас лентяй. Ну и что? И вы представляете? Теперь, когда он что-то там делает, чем-то занимается. На пианино там учитель сказал. Знаете, что педагог сказал? Я сегодня такая радостная. Потому что вдруг ваш ребенок сегодня, когда... Обычно он много ошибок делает. А сегодня он мне сказал сам. Вы знаете, я немножко устал. Можно я 2-3 минутки отдохну? Да, можно, конечно, я сказал. После этого он стал играть еще лучше. Вот это удивительно, да? Я спрашиваю, а в чем же тут проблема? Ну, какая проблема? Что, он раньше не мог сказать, что я устал? Нет, он не замечал. Он не замечал. Он напрягался больше и больше, когда уставал. Потому что у него был шаблон, что надо так вот делать, как учитель говорит. А здесь он догадался сказать, он почувствовал, что он устал. Ему дали 2-3 минуты отдохнуть, он восстановился и уже играл лучше. Вы представляете, что делать сихрогимнастика 5 минут в день? 5 минут в день. Если это говорим о ребенке, о подростке, да, если взрослый человек, лентяй такой, лентяй. Вот Вайбер мне рассказывал, не, не Вайбер, а этот, ой, другой писатель, неважно. А он мне рассказывал, что его жена терпеть не может. Скульптура, а теперь он 2 года сидит и смотрит, как она летает, как птица. И каждый раз, когда смотрит, удивляется. Вайнер. Вайнер, Вайнер. Вайнер, да. Аркадий Вайнер, да. Ну, который место встречи изменить нельзя, написал там и так далее. Это он мне так хвалился, что... Жена его профессора в медицине. Ну, вообще, сихрогимнастика для них нет. Это для тех, у которых, Наташа, как и называется? Прокрестинация. Прокрестинация. Для того, чтобы не было этой прокрестинации, да. Я эти слова не очень так запоминаю, потому что они очень сложные. Но неважно. Дело же не в этом. Главное, мысль поймайте, пожалуйста. Мысль поймайте. Ошибка физкультуры заключалась в том, что все делали механически. А синхрогимнастика отличается тем, что по ключевому принципу подбора путем перебора, по критерию минимального усилия, по скорости автоматизации начатого действия, вы находите то действие, которое легче всего и соответствует вам. И у вас происходит синхронизация. И вместе с этим гармонизация внутримозговых процессов. Образно говоря, между «надо» и «хочу» сокращается дистанция. Вот я теперь знаю, что мне надо там статью написать, а мне неохота, а мне надо. Ну вот я так неделю буду лындиться, прокрастинация, да. Да. Да, да. А тут как, получается? Я занялся пять минут в день этими делами, всеми синхрогимнастикой, элементами ключа другими и так далее. И вот я заметил тоже, вот у меня в течение года это развилось. Ну несколько минут в день делаешь простые вещи, которые легко делать. Ну так просто, что это находка для ленивых. Я заметил за собой такую вещь. Между усилием и результатом сокращается дистанция. То есть мне надо статью дописать. Неохота. Неохота. Я нахожу причины отволыниваться. Ну пошел, чай попил, пришел, сел, мне надо написать. Да. И появляется желание написать. Вы представляете, что такое? Ту неделю я ходил, думал, искал причины, как бы это ни писать. И искал причины, что мне еще там легче, что приятнее. А тут вот надо статью написать. Пошел, чай попил, пришел и уже хочу написать. Дело не в чае, вы же понимаете, вы же умные люди, друзья. Поэтому начинаю сначала. Разминка одинаково полезна для штангиста и для шахматиста. Это вы уже знаете. Раскрепощенный человек, а не зажатый. Лучше учится, лучше играет на фортепиано, меньше устает, быстрее восстанавливается. Это вы знаете. Это я много раз повторял. А теперь я вам говорю, часть важную. Что вот этот подбор приемов путем перебора по этим принципам и правилам, которые я говорю в сейхогимнастике, они как раз таки активируют творческую поисковую активность мозга, и поэтому потом вы начинаете все дела свои делать с меньшими усилиями и с большей эффективностью. А это и есть творческий подход. То есть по существу я физкультуру, механическую, с помощью сейхогимнастики, по новым принципам, правилам и приемам, превратил в элемент развития и физических, и творческих возможностей. Вот это отличие сейхогимнастики от обычной механической физкультуры. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok